Режим прекращения огня в Сирии отслеживают передвижные пункты российского центра по примирению сторон. Вся информация ежедневно поступает на военную базу ХМИМИМ. Одна из мобильных групп работает на дороге Костелло на въезде в Алеппо. Именно по ней в город поступает гуманитарная помощь. Воевики периодически обстреливают стратегически важную трассу. Далее доложит представитель российского центра по примирению в окружающих сторон в Алеппо. Террористы открыли огонь прямо во время видеомоста. Там мобильные группы российских военных с Министерством обороны. Правительственные силы уже взяли трассу Костелло под полный контроль. Вдоль обочин остались следы недавних боев, осколки снарядов, укоревшие машины. Опустевшие дома зияют отверстиями от попадания снарядов и пустыми черными окнами. На этой же дороге открыт дополнительный коридор для мирных жителей и боевиков, которые решили сложить оружие. Они могут выйти из зоны боевых действий через специальный КПП. Мы находимся на дороге Костелло, где заканчиваются работы по оборудованию контрольно-пропускного пункта Сирийского общества Красного полумесяца. Согласно российско-американским договоренностям от 9 сентября до передачи контрольно-пропускного пункта под руководство представителям Организации объединенных наций передвигаться по дороге смогут только грузовые автомобили, проверенные и опломбированные мониторинговой миссией ООН. При этом персонал Сирийского общества Красного полумесяца будет проверять целостность пломб и обеспечивать беспрепятственный пропуск машин с гуманитарными грузами. По докладу сирийской стороны, правительственные войска готовы с 9 часов 15 сентября синхронно с формированиями оппозиции отвезти свои подразделения и создать в районе автодороги Костелло демилитаризованную зону. Всего в Алеппо работают 7 гуманитарных коридоров, по которым мирные жители могут выйти из кварталов, которые заняты террористами. За работой пропускных пунктов следят оперативные группы Российского центра по примирению. Обстановка там по-прежнему непростая. Боевики пытаются сорвать режим прекращения огня. Нахожусь на пункте Пропурска мирного населения номер 7, развернутом в районе Хайкар-Эмалькаса. После введения режима прекращения боевых действий, в течение ночи в городе Алеппо зафиксировано 5 нарушений режима прекращения боевых действий со стороны умеренной оппозиции, в результате которых погибло 6 и получили ранения 10 человек. Резонансным случаем явился обстрел газовыми баллонами резиденции губернатора Алеппо с 12 часов 25 минут до 13 часов 5 минут. Есть разрушения, потери уточняются. На пунктах пропуска постоянно дежурят машины скорой помощи, для беженцев подвозят наборы с питанием, разбирают мгновенно их, еда не успеет даже остывать. Причем, в десятках метров от КПП. За последние сутки террористы присмирили. Правительственные войска отслеживают все их перемещения с помощью видеокамер, ранее установлены на крышах домов.